ну вот в украине события происходят какие-то давайте о них поговорим ну какие уже так много событий что у вас именно интересует что у вас такого запоминающийся бы ну основной или так скажем с традиционным вопрос почему украинцы обвиняют кого угодно в том что происходит в украине но не обвиняют тех кто действительно виноват в этом это раз можно отвечать уже да ну потому что сейчас этот самый у меня воздушная тревога стороны россии этот самый идет бомбардировка моей области так обвиняю россии потому что россия бомбит могу обвинять россию но смысл обвинять какую-то часть земли на материке на евро азиатском если часть земли никаким образом в этом не виновата россия обвиняю как и страну государства понятно а от чего это произошло вопрос не задавали чего давно себе вопрос вопроса жили-жили двенадцатый год все ездят друг друга тринадцатый год все праздники праздную вместе все хорошо хобби с 14 год все перевернулась вам не кажется что не россия в этом виновата в моей парадигме мира оправдывать агрессию это удел слабого и глупого человека агрессию оправдать никак нельзя это мы сейчас про америка это дайте закончу это можно тогда говорится что это самое что мы будем оправдывать убийцу маяк потому что видите ли убийца маньяк что-то по подумал а как вы допустим отнесетесь к тому что допустим вы приходите вот а вашего допустим сына сосед вашему сыну морду набил и вы такие идете ни хрена себе ты к нам пришел морду набил моему сыну а потом вдруг узнаете что ваш сын допустим допустим гипотетически хотел изнасиловать девчонку соседа а он ему морду набил то кто виноват не тот не тот не тот не виноват правильно молодцы я я же отвечаю не перебивайте правда было за тем кто вызвал полицию потому что мы живем не в дикаре мы не пещере вызвал полицию сказал блять посмотрите я его так ну он хотел изнасиловать его были мотивы там того долгая полиция разбирать понят правильно или мы или мы дикористов берему и роботному а тогда перенесем это все опять таки на международный уровень а какая полиция должна была разобраться в этом конфликте любая какая он как вы видите занимается сейчас всякой херней международное право как вы тоже видите занимается тоже полной херней почему-то всем одним право можно соблюдать другим нельзя это же получается беспредел я с вами согласен если например был у нас прецедент что-то кто-то кого отдавать между ровно украина чё-то там неправильно сделал от россии не понравилось россия считает что надо было по-другому если россия там заявила он окей импатентный орган никому не нужны чтобы ну просто заявила и сказала смотрите мы заявили он бездействует там этот бездействует оба себе бездействует соответственно мы применяем силу там все остальное мы вот и засчитаем что-то а где вас еще можно теоретически это как-то оправдать а просто мне не понравилось ну пойду я соседу выбью типа дверь ногой и буду там разбирать вы мне извините пожалуйста а вы как в каком месте у вас пробел в информации вот смотрите если включить логику в 2014 году когда был переворот и так дальше это потом начали всякие действия неважно там крым донбасс и так дальше после этого россия именно россия выступила инициатором по поводу минских соглашений минских соглашений 2 и так 8 лет все пытались как говорится урегулировать этот конфликт и россия даже соглашалась с тем что все эти как говорится области то есть весь донбасс и тому подобное остается в составе украины только дайте им специальный статус только там это прекратите эти все военные действия так дальше так дальше и вдруг как выяснилось после восьми лет до взяли особенно так скажем представителей западных стран сказали то не мы никто ник не собой не собирались выполнять эти соглашения мы просто тянули время чтобы вооружить украину и что же оставалось тогда делать именно по вашей логике подождите секундочку именно по вашей логике после восьми лет уговоров и после того как признание поступила от запада что оказывается никто не собирался это выполнять а вооружали украину россия и в общем-то приступает к действию как вы не сказали только вы манипулируете я ничем не манипулирую манипулирую неправда информация то что вы говорите там мерки до 100 отдала это там было время для вооружения украины это нам так сказал если вы почитаете внимательно и вы просто может быть вы не знаете может быть вы неправильно а виктория нулан тоже не так сказала вы можете переводят ваш на перед извините а нас она сказала она сказала что этот самый что это дало время украине это логично во первых это во первых если же нас так вооружали это раз во вторых были по-моему минская декларация обвеси там где было четко стали россия должна вывести своей капотоды силы или там войска ли как-то так это сам из крыма донбасса части там донбасс это все было заявлено и сказал но если это дело про крым там ничего не сказано вообще почитайте мальчики соглашение там вообще ничего не сказано мальчик не соглашение и минскую декларацию оба если тот между родовым по которым высыл но это вам хотелось вот так там ничего про крым никогда не было сказано ни в каких договоренностях вы просто вы просто нет это не договоренности декларация оба и си мониторинга группы она раз в год собирается отчет там делает свое резюме по году на этом каждый год там низкая люксембургская там еще помогут даже близко было декларация не помню тоже там все это четко на расписано и все четко ставлю а почему вы начинаете отсчет только с минских соглашений агрессия была не война я слова и на специальный агрессия было четырнадцатого года с крыма начал не сдан почему с крыма как крыма потому что аннексия была аннексия а кто а кто у вас на майдане убивал людей россии протестую и протестующие людей убивали и менты убивали людей и чё это россия делала нет нет так может быть с этого все началось того что на майдане начали людей убивать ну русские русских украинцы украинцев это без согласен там начали бывать людей но это внутри украинского посадили вопрос а это и привело к международной проблеме какой как какой то и что сейчас возникло после чего у вас у вас правительство поменялось у вас полностью произошел переворот у вас полностью украина взяла курс на какой переворот практически военный поменяли военный что у вас революция была в четырнадцатом году ну у нас называется этого революция достоинства ну а в чем достоинство ну это так называется ну то есть назвали вот просто так а это вот мне нравится знаете очень многие страны которые чего-нибудь делают такое называет так красиво революция достоинства мы сейчас к словам или фактам цепляемся не к фактам том то и дело что и так революция достоинства просто так названо это факт не потому что это достойно правильно пускай будет хорошо а если это революция то должно быть смена строя вот смотрите был царь и вдруг произошла февральская революция и в как говорится перешло это все к временному правительству то есть был царь а потом херах допустим власть советов или еще чего-нибудь вот это называется революция я сейчас не собираюсь быть буквоедом или там каким-то еще чуть но просто это так понимаете то есть понимаете если ну треугольник потому что в нем три угла четырехугольник потому что в нем четыре угла революция это смена строя а когда у вас не поменялся строй один олигарх скинул другого это есть переворот если в этом участвовали есть соответственно еще и военные при погибли люди то военный переворот но также будет справедливо ну пускай окей что это будет переворот только дело в том что какую ветку власти не хотелось дальше если случился поменяли подожди случился переворот то есть 20 или там 30 тысяч людей которые скакали там на майдане вдруг сделали переворот а что вся страна согласилась с этим переворотом если вы вы скорее всего просто не материале майдан это был только в киеве который был центральным этом был майдан был каждом областном каждом районном центре был у меня в городе меня в городе суммы был свой майдан у нас городе шостка рядом был свой майдан каждом городе вот и в севастополе стал свой был свой майдан и там люди не согласились проголосовали и ушли а вот если был свой майдан и они ходили по целыми колоннами и кричали россия это самая одесса русский город но их задавили и они говорится заткнулись вы прыгаете с темы на тему давайте мы про майдан и сейчас говорим у нас майдан хорошего плохое майдан что дальше майдан майдан какой-то дает право россии захватывать ну присоединяйте личную территорию нет давайте оставаться все-таки на рельсах связи с тем что произошел у вас майдан именно в киеве то есть в столице и где непосредственно власть и власть эту захватила соответственно уже другая власть которая соответственно продалась особенно западу ну ничего не так разве конечно продалась подождите ну я сейчас скажу потом вы скажете свою версию и мы с вами нормально поговорим пример этому всему особенно знаете такие люди как допустим яйценюх вот который соответственно и бюджет увел и золото утащил лайк все нафиг в америку утащил мне особенно не рассказывать я точно знаю особенно как он устроился в америке особенно в майами великолепно продав свою собственную страну про свою свои свой собственный народ мало того дальше соответственно кто приехал на майдан давайте посмотрим просто тупо кто приезжал на майдан на майдан приезжали представители всех стран российских представителей там не было правильно а вот там викторию но подождите я еще не все сказал я быстро я быстро скажу а вот представители допустим особенно американских стран и других западных там были даже президент нынешний президент америки тоже там был блин нафиг и виктория нуланд было и другие всякие представители которые приехали соответственно поддержать майдан в то время знаете в америке было много других проблем я просто живу в америке на самом деле знаю там долго живо уже больше 30 лет и в то время проблем было в америке уже сколько там где-то торнадо расхерачивали они не приезжали они приехали в украину чтобы что чтобы непосредственно поддержать этот майдан и непосредственно завладеть властью в Украине. Они это и сделали. Народ, к сожалению, почему-то это не понял. Вывод, например, почему-то это не поняли. Я не знаю, почему это непонятно, но это элементарно. Если бы, как говорится, Путин приехал бы на Майдан, то, скорее всего, Майдан бы пошел в сторону России, стал бы пророссийским. Но Путин не приезжал на Майдан, поэтому он и не пришел, не стал, как говорится, пророссийским. Мало того, если вы вдруг вспомните, что на данный момент, когда был Майдан в самом разгаре, что на самом деле происходило в россии то у вас вообще все срастется но для этого просто надо включить логику оба лавы тому что мне я просто рассказываю может вы не знаете вот и то есть этот переворот по и привел к тому что вот сейчас творится так короткий вопрос такой вот вы говорите сменилось вот когда у нас сменилась власть в украине расскажите пожалуйста в четырнадцатом году не помню число мне по фигу честно говоря я у нас же шо наш шоу говорите на майдане сменила хватит такая у нас вас сменила со мной здесь у вас как какая власть у вас скинули януковича правильно потом у вас власть там перешла потолки и подождите и подождите не накидывайте у нас какая власть сменилась и у нас три ветки власти законодательное накануне дательны судебно и исполнительно как 도 의 accent все власти сменились на про западные лоссе власти сменились буквально у вас украина была хоть чуть-чуть независимой назв относительно во первых она никогда не было независимой не может быть украина независимой на страны также как и германия также какие польша также как и франция это не вне независимые страны а уж украина тем более не было независимой понимаете почему вы не отвечаете на вопрос отвечаю-ка на какой вопрос какая ветка власти ну а все триOlgi майдана все То есть, после Майдана у нас поменялась Верховная Рада. Правильно? Зачем ее менять? Они прекрасно предали вас? А как сменилось? Точно так же, как при развале Советского Союза. Кто преразвает? Причем тут развал Советского Союза? Так же предали всех. И мы теперь, и благодаря тому, что сделали тогда, в 1991 году, сейчас и происходят эти события. Депутаты изменились в Верховной Раде? А зачем их менять? Если они предатели, зачем их менять? Депутаты остались те же. Кабинет министра изменился? Зачем менять предателей? Я не понимаю. Фиксируем. Осталось то же самое. Судебная власть изменилась? Это вы себе задайте вопрос. И что? Фиксируем. Осталось то же самое. Так какая ветка власть у нас изменилась? Я до сих пор понятен, какая власть у нас изменилась. Вы знаете, вот во время Великой Отечественной войны у нас был такой величайший генерал Власов. Вот он когда-то защищал Москву, а потом он также Власовым и остался. Но перешел на сторону фашистской Германии. Он все равно остался Власовым. Он все равно остался генералом. Понимаете? Но он уже отстаивал интересы совсем другой страны. Вот точно так же ваши предатели стали предателями вашей страны. Это точно так же, как и наши депутаты в 1991 году, понимаете, и многие генералы предали наш Советский Союз, с которым мы с вами, скорее всего, родились. Я так точно. Да какая ветка власть у нас изменилась? Я слушаю. До сих пор не могу услышать. Вам вот все с ветки на ветку бы скакать. Да я же говорю, никакая ветка у вас не изменилась. Ветка просто, эта ветка взяла и перешла в руки других капиталистов западных. И они все к вам пришли, ножки свесили и начали вас накачивать, как говорится, анти-российской риторикой. Для чего? Для того, чтобы повлиять на Россию. Это все толстые. Это все толстые. Я ни одного факта не слышал от толстых. Зря, что вы меня не слышите. Хотите, я вам больше скажу, знаете, зачем это делается? Не для того, чтобы захватить или как-то у Украины что-то хапнуть. Это все делается только для того, чтобы Россию заставить прогнуться и опять, чтобы Россия разрешила поставить им нефтяные вышки, отдать ресурсы и так дальше, и так дальше. Вот для чего все это делается. А у вас это просто поле боя. Да, поле боя. Американских вышек нету в России? Именно американских больше нету. Нет, я имею в виду до 2022 года. То есть, вышек не было американцев. Практически, да. Вы очень плаваете в этом. Я нормально плаваю. Я, во-первых, не плаваю и хожу. Плавают это совсем другое. А вы почитайте изначально, как с Сахалина изначально убрали, в общем-то, Сахалин-2. И почитайте, как это все происходило. С чего все началось. Именно с этого-то все и началось, что Россия стала все больше и больше независимым. И все больше и больше стала изгонять, так скажем, людей, которые туда влезли и ножки там свесили. Все. А как может быть независимая страна, которая зависит от импорта практически на 100%? Кого? Что кого? Нет никакого импорта. Вот особенно сейчас все нормально? В смысле, Россия использует свои компьютеры, а мобильные телефоны, машины, локомотивы, все-таки, да? Назовите мне хоть один телефон российский. Компьютер может быть. Компьютер надо назвать вам российский. Ну, какой? Телефон. Давайте просто телефон. Просто телефон. Электроника-008. Понял. Электроника, вообще-то это завод электронный, это производится во Львове, если вы не знали. Ну, нету там больше такого завода. Есть. Удивление. Такой, нажавите мне телефон, пожалуйста, российский. Ну, я же вам назвал. Вы, смотрите, я вам говорю про страну, а вы мне берете какую-то частность. Вы можете вернуться, вы вот, как говорится, с высот страны, вдруг ухнулись, перепрыгнули в какой-то частный сектор. Причем тут частный сектор? Хорошо, хорошо. Расчет этот самый, расчет, например, за газ, за нефть, в рублях происходит или в... Да, на данный момент, особенно, как говорится, с многими странами, теперь в национальной валюте. В национальной валюте? Да. Вы сейчас серьезно? Я серьезно? Торги ведутся в национальной валюте. То есть, на международных лицах, которые торгуют нефтью и газом, идут на национальной валюте. Ну, мы рассчитываемся со многими странами в национальной валюте теперь. Это как раз то и то, что не нравится многим, особенно, как говорится, Федеральному резерву. Понимаете? Это именно за то, что кого... Именно за это уничтожили Каддафи, именно за это уничтожили Хусейна. Вот, так же решили повлиять и на Россию. Только повлиять за счет вас. Как вы не можете понять одну вещь, что Украину расхерачивают ради того, чтобы повлиять на Россию? И вы на это повелись. Я понял, я понял. Конспирология пошла. Какая конспирология? Ну, это так. Как это непонятно? Как может быть независимая страна, если у нее глава Натбанка назначается только, только, исключительно согласование Международного валютного фонда и Америки? Да ладно. Не знали об этом? Нет, не знал. Почитайте. Да, я читал всякие «желтую прессу» и тому подобное. Вы начитались много чего интересного? Это прямая речь депутата Госбума. Очень хорошо, прямая речь даже. А что, на данный момент Россия еще полностью не перешла на национальную валюту, да? А вы как хотите, чтобы за 10 лет все поменять, что ли? Такого не бывает. В России сколько существует от независимых государств? Ну, наверное, последние 10 лет только. 30 лет. Да успокойтесь. В 91-м году она была так же зависимой, как и Украина, как и Казахстан. И настолько она была зависима, что прямо, я не знаю, отовсюду торчали уши. И не то, что уши, а вообще все торчало, как говорится. Руки, ноги, уши, глазища. Грозища, вот, любых капиталистических стран. Любую корпорацию убери, неважно, что она добывала. Руду, нефть, золото. Везде были зарубежные корпорации. Разве не так? Ну, так вот. А теперь нет. А знаете почему? Конечно, знаю. Потому что ее предали, эту Россию, так же, как сейчас предали Украину. Нет, все очень просто. Потому что у России не было и нету технологий, которые это все могло добывать, качать и все остальное. Вы посмотрите, я просто родился, я просто родился на севере и долго прожил на севере. Хантамансийский автономный округ. И там самый ходовой трактор не Беларусь, не там, я не знаю, какой там трактор в России есть, а Камацу. Ну, и что у такого? Давайте обвиним сейчас арабов. Арабов давайте обвиним. У них, представляете, у арабов тоже там и Камацу, и, как говорится, и все, и Катерпиллеры и тому подобное. Ну и что? У них нету технологий, как и у России. Мы за свои ресурсы могли купить себе, как говорится, Камацу. И что такого? Ну, правильно. Ну, так и правильно. А зачем этот упрек, я не понимаю? Ресурсы. Зачем вы говорите, что международные компании туда приходили? Конечно, они приходили, они приносили, так сказать. Знаете, смотря под какими. Кирку, по сути. Да ладно, смотря на каких условиях. Вот сейчас, пожалуйста, мы готовы продавать, получать за это определенное количество долларов, а потом на это определенное количество долларов, допустим, купить, как вы говорите, бульдозер. Все. Это правильно? Правильно. А было-то наоборот. А было-то так, что эти компании вдруг изначально были проданы каким-то олигархам российским, например, каким-нибудь Березовским или еще каким-нибудь идиотам. А потом они, соответственно, так как это уже была частная компания, продавали это Shell, Chevron, Exxon и так дальше, British Petroleum. И это становилось уже совсем, как говорится, компанией не российской. И они в то время, подождите, я быстро договорю. И самое интересное, если вы вдруг вспомните, как 10 лет назад вдруг ты смотришь, вот в Америке и в России смотришь, даже бензин почти одинаковый был по цене. И все удивлялись, а как так? А потому что компания уже была иностранная, и она устанавливала цены. А как вы ответите на такой вопрос, что «Газпром» впервые за свою историю перестал платить дивиденды? Кому? Держателям акций. Не знаю, может, я не акционер «Газпрома». Потому что он показывает этот самый, так сказать, негативный рост. Вот поэтому перестал платить, если так все хорошо, если все так избавились, почему так произошло? Вы знаете, вы ради прикола откройте интернет, и вы очень удивитесь. У нас страна вдруг в этом году стала на четвертое место по своей особенно покупательской способности. На четвертом месте. То есть, россияне себе могут позволить очень многое. Я на данный момент, я прожил 30 лет в Америке, на данный момент нахожусь в городе Сочи. Я хожу, у меня глаз квадратный, за какие цены здесь люди покупают себе машины, дома и так дальше, и так дальше. Понимаете? Потому что американцу это даже просто не под силу. Значит, оказывается, у людей есть все-таки деньги. Вы, человек, который прожил в Америке, в Канаде, будете рассказывать, что под силу американцу у людей? Что вы несете? Что вы несете? Что я несу? Я несу то, что я вижу. Я знаю, как живет Америка. Не рассказывайте мне, как она живет. Охуенно. Да ладно? Да. Там разница в чем. В чем? Так как капитализм объясняет. Те, кто работают, получают нормально. Те, кто не работает, нихуя. Те, понятно, нихуя. Вообще ничего не работает. Не материтесь спокойно, не подгорайте. Извиняюсь. Там ничего не получают, потому что они капиталистические страны такие. Ну, давайте возьмем, давайте возьмем Флориду. Среднее. Давайте возьмем Флориду, если вы такой американец. Флориду возьмем? Я не американец. Я не американец, живу в Америке, я не американец. Почему он американец? Ну вот, а я американец. Так вот, этот самый. Если мы возьмем Флориду, среднюю цену. Я же не договорил. Ну, хорошо, давайте договорить. Мне интересно, если Россия так круто вырвалась на 4 место по ВВП, ППС, то почему минимальная зарплата, МРОД так называемый, в России как был 17 тысяч или 16 700, так и остался. Минимальная социальная пенсия как была 9 тысяч, так и осталась. Почему? Экономика же растет, почему пенсия не растет? Пенсия, я не знаю, где вы взяли, что там пенсия 9 тысяч, а вот, насколько я знаю, в среднем люди получают пенсию, в среднем около 25 тысяч. Не среднем, не среднем, минимальная, минимальная социальная и минимальная зарплата. Зато за каждого ребенка здесь платят деньги и очень круто, понимаете? За второго тоже платят деньги и очень круто. А вы какую-то ерунду берете и считаете за какую-то там минималку. Ну и что? А в Америке что, минималку что ли не платят? Тоже платят. И минимальная зарплата там на данный момент в среднем, в зависимости от штата, 11 долларов. Разве можно прожить на это? Нет, нельзя. Вы, наверное, мне еще можете рассказать про то, как бомжам там платят? Не платят там бомжам. Врете вы все. Платят безработным. И то только 6 месяцев. Специалисты хреновые вот эти вот, которые якобы были в Америке случайно или, как говорится, из корабля смотрели на Америку, а потом доказывают мне, как оно там есть. Я, конечно, очень удивлен вашими знаниями. Спасибо, конечно. Есть, правда, еще и американцы, которые тоже живут в Америке. Вот. И долго. И не видели, как говорится, на самом деле, как оно. Вот. В каких-нибудь плохих районах. И думают, что только как у них в хороших районах все так живут. В Америке очень круто. И нормальная там страна. Последнее время, правда, криминал зашкаливает. Последнее время, вон, как не откроешь чего-нибудь, посмотрите, набираешь Сан-Франциско бездомные. Тысячи валяются. Не было такого. Это разве не показатель экономики? Показатель. Вот. А то, что многие теперь завидуют экономике России, это так. Вот как-то так в двух словах. Но суть не в этом. Я с этим человеком пытался поговорить о том, чтобы он все-таки очнулся и опомнился. И понял, что на самом деле произошло в Украине. Все свело с тому, а ты, а я, а там, а да, там кто-то живет, да вы в дерьме. Ну-ну. Короче, лишь бы пальчиком тыкать в какую-нибудь херню. А еще очень здорово, когда они это делают в Украине, не на Украине. Лишь бы не о самом главном. Ну что ж, флаг им в руки. Украинский. Кастрюлю на голову. Пускай прыгают по граблям. Граблей-то еще дофига. Ну а всем, кто смотрел этот ролик, пожалуйста, напишите комментарий. Спасибо огромнейшее, кто помогает моему каналу. Всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok